Пицца Бомб Пицца Бомбаски маленькие желательно взять Также кетчуп и итальянские травы Для начала тесто нарезаем вот такими полосками Немного раскатываем скалкой Тесто раскатали на такие полоски примерно толщиной 3-5 мм Перемешиваем кетчуп с травами И смазываем полоски теста Затем у нас идут колбаски ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь сыр ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такие бомбочки у нас получились Отправляем их на противень И уберем в духовку при 180 градусах Около 15-20 минут ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такие пицца-бомбочки у нас получились Выкладываем на тарелку А это мы посмотрим в разрезе Вот такие вкусные, мягкие, нежные С тянущимся сыром бомбочки у нас получились Вот такие пицца-бомбочки у нас получились Приготовьте их дома Близкие не останутся равнодушными До новых встреч! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! С вами я, ваш персональный тренер Туяна Сегодня у нас будет комплексная тренировка На все тело Перед каждой тренировкой обязательно надо размяться Сустаную разминку делать Исходное положение Ноги на ширине плеч Живот втянули Плечи расправили И начинаем с головы Раз Два Три Четыре Раз Два Три Четыре Оставили наклон вперед-назад Раз Два Три Четыре Раз Два Три Оставили Важно, когда мы разогреваем суставы Делать движения плавно, не спеша И начинаем круговые движения плечом На два счета Раз Два Три Четыре Раз Два Три Четыре Оставили Руки перед грудью И рывки Раз Два Добавили Поворот Четыре Раз Два Три Четыре Раз Два Три Четыре Оставили Наклоны в стороны Таз зафиксировали здесь У нас тянется только корпус И раз Два Три Четыре Оставили Наклон только вперед Раз Два Три Четыре Прекрасно Мы растянули мышцы Теперь остался тазобедренный сустав Руки на пояс И круговые движения Раз Два И обратно Три Четыре Раз Два Три Оставили Остались коленки И так же Раз Два Три Четыре Раз Два Три Оставили Голеностоп И кисти рук Раз Два Три Четыре Раз Два Три Оставили Вдох Выдох Делаем Вдох И выдох Вдох И выдох И так Мы начинаем нашу тренировку Первое упражнение у нас будет присед И так Ноги на ширине плеч Живот втянули Спина прямая Корпус наклонен вперед Коленки всегда мягкие И начинаем с выдохом Отпускаться Выдох Раз Приседать Выдох Два Выдох Три Выдох Четыре И Когда мы делаем акцент на бедра То у нас работают квадрицепсы А когда делаем акцент на ягодичные У нас работают соответственно ягодичные мышцы Например Когда коленки уходят за носок Тут уже подключаются бицепсы бедра Раз Выдох Два А когда мы чуть-чуть тянем назад ягодичные То здесь уже работает Ягодичные мышцы Итак, следующее упражнение у нас ягодичный мостик Исходное положение Ложимся на коврик Руки вдоль туловища Левая нога на правой коленке И начинаем с выдохом поднимать ягодичные И выдох Раз Выдох Два Выдох Три Выдох Четыре Можно задерживать на доли секунды Это будет наоборот Хорошо Выдох Раз И Выдох 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 Также меняем на другую ногу Итак, следующее упражнение Пока мы не встали с коврика Давайте сделаем на мышцы кора Ложимся Руки вдоль туловища Простите Руки за голову И начинаем Выдох Раз Выдох Два Выдох Три Выдох Четыре Вот это упражнение делаем 20 повторов Следующее будут махи ногой и рукой Выдох Раз Выдох Два Выдох Три Это упражнение тоже делаем 20 раз Следующее упражнение у нас Упор на локти Вытянули все тело Живот втянули Спина прямая Ягодицы тоже Напрягли И начинаем с выдохом С выдохом отводить ноги Выдох Раз Выдох Два Выдох Три Это упражнение мы делаем 15 раз По три подхода И на этом наша тренировка завершается С вами была я Ваша Африана Для работы сегодняшней нам понадобится Стеклянная банка Акриловые краски Термопистолет Также нужен пригодится такой вот глиттер Это специальный такой блестящий песочек Который продается в творческих магазинах Лак Для покрытия дегоративных изделий Ну и ваша фантазия Итак, приступим Для того, чтобы работать Одеваем перчатки Перед тем, как работать Нужно обезжирить любую поверхность Поэтому мы берем с вами Следующий этап Это покраска Для этого берем спонжик Либо можно взять обыкновенную кухонную губку Нашу краску И проходим При помощи краски Всю поверхность нашей баночки Покрываем ее тщательно Не пропускаем никаких моментов Это очень важный этап Поверхность должна быть полностью покрыта краской Так, изделие мы покрыли краской Достаточно одного слоя Потому что у черного и фиолетового цвета У крыльевистой все очень достаточно хорошее Теперь следующий этап Это просушка Можно феном Можно естественным путем Так, этап просушки очень важен Так как дальше мы с вами будем работать термопистолетом А термопистолет далеко не любит воду Поэтому изделие лучше просушить основательно Следующий этап Это мы будем с вами делать Такие небольшие подтеки На основании нашей баночки Это будет своего рода декор Итак, приступим Если вы не уверены в себе Вы можете просто нарисовать Такие элементы По которым вы будете работать Если вы уверенный художник То вы можете просто начинать работать Непосредственно сразу на баночке Итак, приступим Термопистолет нагреваем И приступаем К нашей декорированию Наносим в произвольном порядке Наши глеевые капельки Никакой порядочности Порядочности здесь нет Это все зависит только от вас Рисунок, который вы сами придумаете Да, стержней достаточно много уйдет Поэтому приготовьте их заранее Итак, второй этап у нас закончен Ждем полного остывания клея И переходим к декорированию Непосредственно нашего Вот этого декоративного слоя Для следующего этапа Нам понадобится глиттер и клей ПВА При помощи кисточки и клей ПВА Мы наносим наш глиттер На наш декоративный слой Берем кисточку И слегка Вот эти капельки Которые у нас с вами уже подсохли Покрываем их Клеем ПВА Можно полностью, можно частично Все зависит от вашего умения Работать с кистями И от вашего желания Наносим достаточно тонким слоем Много клея не надо Нанесли, допустим, на одну четверть Баночки И теперь приступаем К декорированию глиттером Глиттер у меня в баночке Поэтому мне очень легко И просто с ним работать Нанесли клей ПВА Начинаем присыпать глиттером Наши с вами декоративные элементы Присыпаем довольно тщательно Основательно Именно те места, где мы с вами Прошлись клеем ПВА Промежуточный этап Вот он у нас Таким образом покрываем Всю декоративную часть нашей банки Так, наша работа закончена Фактуру вы можете использовать разную Вы можете сделать капельки подлиннее Использовать разные цвета Не золотистый, а, допустим, серебристый Фон можно сделать тоже синим, голубым Розовым, красным Все на ваше усмотрение И на усмотрение вашего интерьера Работа недолгая, быстрая И очень красивая Использовать можете ее Как вазу Или как карандашницу И в любой интерьер Украсить такая ваза Всего доброго До свидания Здравствуйте С вами снова я Филиппов Никита Алексеевич Ветеринальный врач Ветеринальной клиники Ветзооцентр Как вы, наверное, замечали ранее Наши темы очень часто взаимосвязаны Напрямую с жизнью и здоровьем Непосредственно не животных А в том числе и людей Поэтому сегодня я бы хотел поднять Актуальнейшую тему А именно Рациональное применение антибиотиков У животных Итак, сначала Краткий экскурс по истории Первый антибиотик был открыт В 1928 году Конкретно пенициллин Если честно, сразу Широкого распространения В мире он не получил И широкое применение антибиотиков Уже началось непосредственно После Второй мировой войны То есть после 1945 года На протяжении многих десятилетий Эти антибиотики спасали Тысячи людей и животных А ученые, в свою очередь Открывали все новые и новые антибиотики И вот Почти все антибиотики, известные Уже открыты За последние 25 лет Не произведено ни одного Существенного открытия В данной области Бактериальные же клетки Пользуясь движущими силами эволюции Активно приспосабливались И вот К большому сожалению На сегодняшний день В мире Ежегодно погибает 700 тысяч человек От бактерий Резистентным Ко всем видам антибиотиков Такие бактерии Получили в мире Название Супербактерий Но вот при чем же тут животные Спросите меня вы А дело в том Что животные Тесно живут с нами Очень тесно Мы с ними вместе проживаем И они как мы Ежедневно потребляют И выделяют в окружающую среду Тысячи бактериальных клеток И вполне возможно Что многие из этих бактериальных клеток Которые они выделяются Уже на сегодняшний день Имеют в геноме своей памяти Память Для резистентности К тому или иному антибиотику То есть они к нему устойчивы Отсюда следует Что чем реже И чем рациональнее Правильнее мы применяем Антибактериальные препараты Тем дольше мы Исторически Ими сможем пользоваться Давайте обсудим Чем именно Мы врачи И вы Водельцы животных Сможем замедлить Максимально этот процесс Первое Никогда не применяйте антибиотиков Без назначения врача Или ветеринального специалиста Исключением Могут быть случаи Когда вы находитесь В труднодоступном поселке Либо вы далеко от Медицинского учреждения Помощь нужна здесь Если сейчас Да, в этом случае Конечно вы самостоятельно Антибиотик применить можете Но это согласитесь Не так часто бывает На практике К нам иногда попадают Животные С хроническими Инфекционными заболеваниями Водельцы которых На протяжении Длительного времени Чередовали Те или иные антибиотики В одних Известных их Дозами и курсах И соответственно Такие пациенты Как правило Попадают уже С устойчивыми Хроническими Инфекционными заболеваниями Которым очень долго Приходится Ветеринальному специалисту Подбирать антибиотик Также очень часто Назначаются Владельцами антибиотики В тех случаях Когда они вовсе Были не нужны И диагноз абсолютно Несопоставим И нет Не было никакой Необходимости в этом Второе Всегда применяйте Полный курс Назначенный Вашим врачом Или ветеринаром Даже если курс Вам кажется Неадекватно длинным Действительно Иногда курсы Могут быть и 2 И 3 месяца Но если вам Врач назначает Значит он Поверьте Делает это Не просто так Он не враг Вашему животному Наоборот В данном случае Он преследует цель Однократно Справиться с заболеванием Чтобы избежать Ремиссии Очень часто Владельцы животных После назначения Антибиотика Как только Первые симптомы Исчезают Они радостные На этом фоне Антибиотики Самостоятельно отменяют Либо начинают Пропускать Периодически Это как раз И приводит К резистентности И в следующий раз Когда заболевание У нас рецидивирует Пациент уже приходит К нам с устойчивой формой И мы вынуждены Не только ему Не возвращать антибиотик Мы вынуждены Ему назначать новый Соответственно Курс Назначается по новой И снова длинный курс То есть С чего начали К тому и вернулись Третье Как можно реже Применять А наша клиника Не рекомендует Применять вообще Так называемые Антибиотики резерва На животных Эта группа Так названа Не просто так Она названа так Так как Врачи Обязаны прибегать К антибиотикам Данной группы В самую последнюю очередь На основании того Что это антибиотики Последнего резерва И если они уже Не помогают То в мире К сожалению Не поможет ничего На наш взгляд Эта группа Должна остаться Для применения Исключительно На людях Так как Применение их В животных Ускорит привыкание Бактерий К антибиотикам Во всем мире Да и к счастью Пока препараты Первого выбора Почти всегда работают То есть На практике Это выглядит так Что на сегодняшний день В крупных городах Среди врачей Ветеринаров В том числе Идет серьезные баталии То есть кошка С устойчивой резистентностью Ко всем Ну у нее инфекция Которая резистентна Ко всем основным антибиотикам Но препарат резерва На ней работает И вот одни врачи Соответственно Выступают за то Чтобы применить На этой кошке Антибиотик резерва Ее спасти А другая половина врачей Говорит нет Я к этой кошке Даже не подойду Потому что допустим У нее хроническая инфекция Ротовой полости Вы применяете антибиотик резерва Она меня Не дай бог Там допустим Кусает В этом случае У меня Может начаться гангрена И антибиотики Мне уже никакие Помогать не будут Это надо понимать Что может быть Всегда ребенок Укушенный дома Этой кошкой И тому подобное Поэтому наша клиника Против применения Антибиотиков резервов На животных Это по сути Все что мы с вами можем Чтобы сократить Данный процесс Он необратимый К сожалению Рано или поздно Бактерии привыкнут В мире Ко всем видам антибиотиков А нам остается надеяться Что ученые Изобретут каких-нибудь Нанороботов И мы сможем дальше Эффективно бороться С бактериями Это был я Филиппов Никита Алексеевич Ветеринальный врач Ветеринальной клиники Ветзаоцентр Спасибо за внимание Приветствую вас С вами Алина Я дипломированный стилист По разработке Подбору одежды Я окончила Институт развития Профессиональных компетенций В городе Москва Сегодня мы разберем Основные тенденции В сфере моды На предстоящие сезоны Весна-лето 2023 года Начнем с первого тренда Это Total Denim Данный тренд Актуален уже Несколько сезонов Правда в этом году В этом сезоне Мы видим Состаренный Вываренный Принт И он Прям набирает обороты Дальше Второй тренд Это Обилие карманов До сих пор У нас Очень актуальные Брюки Карго Второй тренд Это кожаное Платье Уже не один сезон Кожаный Total Look Тоже является Актуальным В данном случае Говорим О длине Мини Меди Макси Вещи Из кожи Всегда Смотрятся Красиво Дорого И это Очень хорошее Вложение В гардероб И является Покупкой На долгие годы Крой платья Что касаемо Кожаного платья То присутствует В моде Разнообразие Есть как Экстравагантные Модели На одно плечо С необычным Принтом Так более Классические Варианты Кожаного То есть Кожаные Сарафаны В моду Возвращается Плиссе Плиссировка Можно увидеть Не только На привычных Моделях Одежды Но и В изделиях Из кожи Тренчах В вечерних Платьях Плиссе Вновь Возвращается К нам Также В этом сезоне Актуально Кружево То есть Белевой стиль Актуален Из прошлых Сезонов В первую очередь Будем говорить О черном Кружеве Будут Популярные Дерзкие Образы Кружевные Боди Юбки И платья С ажурной Отделкой Чтобы правильно Сбалансировать Такие Аутфиты Используйте Нейтральную Обувь Спокойные Украшения И макияж Без макияжа Также В тренде Оригинальные Колготки В моде Будут Цветные И ажурные Колготки А также Гольфы И носки Их можно Подбирать К основному Цвету Наряда И его Оттенка Чтобы получить Модный Монохромный Образ А можно Играть И на Контрасте Очень Популярен Лаконичный Крой В одежде То есть Это Минимализм То есть Это Актуальные Вещи Предстоящего Сезона Выбирайте Простые Базовые Вещи Но Добавляйте Цвета Это Не обязательно Должны быть Яркие Оттенки Носите Минималистичный Крой В спокойных Оттенках Также Актуальна Полупрозрачная Ткань В моду Активно Возвращаются Женственность И чувственность То есть Максимально Подчеркиваем Женственные Черты Блузы Платья Юбки И джемпера Из Полупрозрачной Ткани Это Воплощение Нового Тренда На отказ От Маскулинности Выбирайте Вещи Нежных Оттенков Можно Сочетать С грубой Обувью Плотными Колготками Кожаным Пальто Или Тренч Что касаемо Актуальных Цветов На этот год На этот Предстоящий Сезон То конечно же Мы выделим По версии Пантон Вива Матшента То есть Яркий Ягодный Оттенок Этот Оттенок Мы Наблюдали Во всех Показах Моды И совсем Недавно Даже Видели На выступлении Рианы Допустим Да То есть Этот цвет Этот цвет Мы можем Использовать Как в монохромных Образах Так и Можем Акцентировать Нимание На отдельных Деталях Одним Из Трендовых Оттенков Будет Желтый Спокойного Приглушенного Оттенка Этот тренд Напоминание О скорой Весне Особенно Стильно Приглушенный Желтый Смотрится В тот Лук В сочетании С ярко Розовыми Или синими Аксессуарами Что касаемо Серебра Мы можем Увидеть Этот тренд В отдельных Деталях То есть Аксессуарах Это сумки Это обувь А также Брюки В таком Красивом Оттенке Тренды На предстоящий Сезон Мы можем Увидеть Наглядно Смотрите Я говорила Про серебро То есть Можем Увидеть Именно Такой Оттенок В сумке Также В этом году Дополнительно Скажу Это Наличие Розового Цвета То есть Он актуален До сих пор И Цвет Очень ярко Выраженный В этом сезоне Также Это Платье Юбки Длины Макси То есть Вы здесь Видите Уже Плессировку Очень красивый Такой Градиент Именно На платье И То что мы Говорили Это Тотал Дени То есть Здесь Видите Уже Такой Выверенный Принт В данном Случа Это у нас Платье Можете Также Использовать Как Тотал Денин То есть Дополнив К этому Платью Джинсы Обувь Сумку Даже Джинсовую Такую Уже Уверенную Также Про то Что я Говорила Лаконичный Крой В одежде Тоже Тоже Актуален И Также Хочу Отметить Что Пальцов Макси Тоже Набирает Обороты Здесь Мы Видим Ярко Выраженные Плечи Что Очень Красиво Подчеркивает Например Линию Талии И Цвет Спокойный Базовый Поэтому Самая Такая Тоже Нужная Вещь Необходимая Длина Макси Сейчас Актуальна Как Никогда То есть В этом Платье Вы можете Увидеть Тренд Градиент Также В этом Наряде Вы можете Пойти На встречи С друзьями На Вечер С близкими И родными Людьми Очень Будет Хорошо Сочетаться С этим Платьем Конечно Может быть Кожаный Тренч Кожаное Пальто Более Спокойного Оттенка Или же Для Ярких Девушек Конечно Мы можем Использовать Например Ярко Розовый Оттенок Также Можно Использовать Классический Черный Цвет Это Может быть И пальто И тренч К этому Платью Мы дополнили Вот такое Пальто Лаконичного Кроя В базовом Сером Оттенке Этот Оттенок Подойдет К любому Образу И Также Дополнили Вот таким Акцентным Акцентной Сумкой Вот такой Акцентной Сумкой Сегодня Мы подобрали Необходимые Образы Которые Я хотела Вам Сегодня Показать С основными Трендами И актуальными Оттенками На предстоящий Сезон На весна Лето 2023 С вами была Алина Всем пока Редактор субтитров